добрый вечер здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала буквально вчера просматривал youtube и наткнулся на ролик некого эксперта который целых 12 минут рассуждал на тему монголо татарского нашествия говорил он много про странно насколько я не пытался слушаться по теме он так ничего и не сказал так все-таки было ну или не было я так и не понял прямо талант современный талант бездаря каких сейчас вот расплодилось что-то мусолит мусолит говорят гава и ни черта не поймешь о чем они собственно говорят бы лить воду научились прекрасно вот сказать четко и внятно на это просто не хватает тему однако тема сия сейчас трактуется таким образом что дескать никакого нашествия не было просто на русь налетела небольшая такая банда монголов пограбили как говорится и ушли а вот советское время считали совершенно иначе на лицо тенденция уничтожить любое упоминание о той роли что внесла русь киевская русь мировую историю ведь именно русь стала на пути татаро-монголов и принял на себя их самый сильный удар спасая тем самым европу от порабощения и разграбления русь стояла насмерть и лишь феодальная раздробленность и ссоры князей были причиной порабощения ее на целых 200 лет о чем сейчас также умалчивают или как-то по-своему переворачиваются с ног на голову однако есть трилогия советского писателя василия яна который серьезно работал с источниками и долго вдыхал запах старых книг библиотеки чего совсем не делают современные так сказать деятели они никуда не ходят а только высасывают из пальца некие свои доморощенные теории но вернем вернемся к яну его трилогии чингисхан баты и у последнего моря автор опирается на летописцев древности в частности он указывает на багдадского саади и на армянского летописца киракоса и оба этих историка тех лет описывают нашествие татаро-монголов как жестокое бедствие для всех народов а вовсе как набег малочисленной орды которая дескать пришла и пограбила все это теперь игнорируется и замалчивается зачем возиться с архивами сел да и застряпал свою какую-то мазню лишь бы вызвать к себе как хоть какой-то интерес барзописцы вымаривают целые страницы истории руси в угоду своим западным хозяевам дескать не было ничего и все эти русичи были просто примитивными племенами не игравшими никакой роли в истории тенденция как говорится ясна однако в книгах василия яна представила совершенно иная картина того вот кстати эти книги не сохранились чингисхан баты и у последних последний периодических перечитываю это еще относительно новые книги издательства 93 года издательство радуга москва ну так вот в первой книге чингисхан автор описывает нападение монголов на самое сильное царство 12 века великий хорезу которая тогда расстилалась по всей азии от берегов каспия до степей монголии ему подчинялся сам халиф багдада и другие сильные властители однако же монголы уничтожил уничтожили хорезом за считанные месяцы и поработили его удалось это с помощью хитрого плана и благодаря тупости тогдашнего шаха хорезма мухаммеда естественно стало ему он слишком долго царствовал и вкушал елей от подданных естественно стало ему казаться будто нет ему никого равного под луной и он даже не поверил рассказам лазутчиков что есть грозный народ там на востоке который сумел захватить древний китай и полностью подмять его под себя кстати вот еще факт как же удалось малочисленной банде ворваться в китай и подчинить его опять нестыковка с настоящей историей ведь у китая на тот момент были самые передовые технологии китайцы использовали катапульты бившие на сотню метров и города их были очень хорошо укреплены и все же монголы захватили китай так выходит там действовал серьезное войско они горстка бандитов чего совершенно не упоминают все эти мистификаторы современности надо лишь отметить такой момент что в древности армии насчитывали не миллионы человек как теперь а делились на тумены каждый тумен 10 тысяч воинов так вот войско монголов насчитывало примерно 30 туменов и состоял она не только из монголов но еще и нескольких племен кипчаков и вгуров и прочих народностей но это было точно не горстка людей пять десять тысяч человек и вот такое войско вторглась в древний харизм они осаждали города с крепкими стенами но использовали всегда свою вечную хитрость правителям города сообщали что нужно лишь показать свою покорность и войско не причинит им вреда однако стоило открыть ворота и монголы начинали грабить и убивать всех жителей а ремесленников и женщин попросту угоняли в рабство и в битвах они использовали свою технику такую замануху противнику внушалось что воины они слабые все время отступают при виде серьезного войска и воины которые не знали такого тактического приема начинали гнаться за монголами теряли бдительность попадали в конце концов хорошо подготовленную засаду где их ждала войско с происходящими силами и все погибали сраженные неравные битвы ну а теперь непосредственно о книге василия яна вернее трилогии книг чингисхан баты и у последнего моря первая сюжетная линия книги это страницы жизни некоего дервиша хаджи рахима родом из столицы хорезма богатого города гургенча он идет из древнего багдада а когда-то в юности он покинул свой родной гургенч гонимый мулами за вольнодумство и свое трактование корана в котором он прочел что мир несправедлив и должен быть устроен по иному тогда его звали абу джафар только чудом ему удалось избежать зимдана и смерти много лет прошло с тех пор но все так же мир принадлежал принадлежит ханам и мулам согнувшим народ хорезма под своею питою все так же следят за любым юношей неосторожно высказан свою мысль и все также бросают любого кто сомневается безграничной власти хорезом шаха и все его клики в подвалы и темнице ничего не изменилось за целых 20 лет попав на родину хаджи рахим узнает о том что его бегство вызвало еще большую злобу имамов и шейхов и они схватили его отца сгноили его в темнице и там он умер однако и этого им показалось мало тогда в подвал отправили его младшего брата тугана и он томится там до сей поры самое интересное что дело то происходило 900 лет назад а вот падеж ты и точно такие же методы используют и по сей день и после этого нам еще рассказывают о какой-то там демократии и правосудии а по сути все тоже сын за отца отец за сына темное и мерзкое средневековье вторая сюжетная линия трилогии повесть о славном воине бесстрашном джулалиддини и сыне самого хорезом шаха мухаммеда властителя вселенной и вообще внука аллаха царевич этот совершенно не похож на своего отца ибо сердце его не знает страха и сам он вместо того чтобы наслаждаться богатством проводить дни веселья и питий или в обществе красавиц наложниц вместе с отрядом 200 джигитов охотятся в песках пустыни и там натыкается на некоего разборника караканчара они быстро выясняют что похожи друг на друга караканчар также славен своим бесстрашием и презрением к смерти он ищет свою девушку гуль джамал и узнав что она попала в гарем шаху мухаммеду один едет гургенч подвергая себе верной смерти только вмешательство царевича спасает его от расправы жестокого шаха джулалиддин по матери туркмен наверное это и сделало его таким каков он есть он не создан лежать на боку и спать до обеда дух его жаждет приключений и подвигов и вскоре такая возможность ему представиться когда начинается нашествие монголов то джулалиддин предлагает встретить их на границе сильным войском и отбросить прочь однако харизм шах мухаммед думает иначе в итоге он пускается в бегство и позорно теряет власть только видя что верно еще вчера ему ханы предают его и желают смерти он подписывает отречение в пользу старшего сына и все же царевичу удается уже на границе харизма собрать сильное войско и разбить монголов хотя к тому времени они уже захватили большую часть харизма страшно обнаглели они уже чувствовали безнаказанности свою непобедимость и вот джулалиддин доказывать что их также можно разбить и рассеять и только хитрость помогла монголам расправиться бесстрашным царевичем они расчленили его тумены путем наветов и клеветы на предводителей третья сюжетная линия это описание харизм шаха мухаммеда царицы туркан хатум и высшие знати гурганджи харизм шах мухаммед типичный властолюбец любитель вкусно покушать выпить держит у себя гаремы самых юных красивых девушек он наслаждается всеми прелестями жизни как ему кажется но прелести эти всего лишь подобные инстинктам животного и постепенно вот такой образ жизни сиборита не доводит его до добра надо сказать что в те времена правитель обязан был быть всегда на чеку быть воином уметь лучше всех скакать на коне метать копье и самое главное он должен обладать был крепким железным можно сказать духом но случилось так что мухаммед по сути стал рыхлым и слабым как женщина несмотря на суровый вид и массивное тело это была только оболочка внутри таилась как говорится сердце барана или кролика достаточно было возникнуть серьезные опасности и последние остатки мужества улетучились прочь из тела харизм шаха не послушал он своего военачальника тимур мелика и сына джелали дина мухаммед не принял битвы позорно бежал при известии что монголы захватили приграничный город отрар и расправились с каир шахом ослепив его в общем харизм шах уподобился лисицы преследуемой собаками он бежал заметая следы из одного города в другой утешая себя специально придуманным доводом что вот там он соберет наконец сильное войско и ударит по монголу но время шло он а бегство продолжалось и в конце концов войско заразилось от него страхом и рассыпалось словно ворох листьев от ветра страх убил харизм шаха и он умер как баран на острове прокаженных которые раздели его до гола и обобрали до нитки бесславный конец труса четвертая линия это описание чингисхана как правителя монголов достигшего такой власти над ними и другими племенами с помощью своего мужества и хитрости в юности он был угнан в рабство одним из ханов испытал все прелести ношения колодок и ударов плетью а в книге он показан уже в пожилом возрасте как суровый правитель десятков туменов несметного и могучего войска где царит железная дисциплина и малейший проступок карается смертью монголы с раннего детства проводят в седле и живут они только налетами на соседей грабежами ничего иного они не умеют да это им и не требуется однако если бы не появился у них такой правитель сумевший собрать все племена в единый сильный кулак если бы он не придумал свою тактику ссорить народы между собой натравливая одно племя на другое а затем разбивая их по одиночке монголы так и остались бы жалкими кочевниками подобно тем же половцам печенегом и сколько их подобных было однако после того что сделал великий каган войско монголов захватила древний китай а сразу после этого ворвалась в хорезм разбила его войско и посадила везде своих ханов и беков сгинул мухаммед шах царицу туркан хатун посадили в железную клетку а власть чингисхана раскинулась на пол мира и стала поясине безмерна но внезапно появляется противник сильнее самого великого кагана к нему скачет черный всадник с копьем смерть спешит к нему сразиться с ним ведь он уже стар и дни его сочтены а ему так хочется пожить еще опять же смерть опасная для монголов для той империи которую он уже создал он предчувствует как начнутся после его ухода распри и борьба за власть поскольку у него несколько сыновей и внуков и все они будут претендовать на трон так и происходит после его смерти цепляясь за последнюю соломинку суровый хан узнает о некоем целителе живущим в далеких горах китая чанчунь он якобы летает журавлями и знает секрет бессмертия каган снаряжает за мудрецом экспедицию с нетерпением ждет его приезда но китаец оказывается честным человеком и он не пользуется слабостью великого кагана он говорит откровенно и смело что не обладает он никакой властью продлить жизнь смиренно просят отпустить его чтобы мой дальше мог жить отшельником писать свои книги таким образом каган узнает о приближении своего последнего часа вот такая эта книга вернее сказать трилогия книг которую можно читать бесконечно и я тоже наверное каждые пять лет я обязательно перечитываю а все кто не читал советую обязательно прочесть не потеряете время зря я прощаюсь с вами всего хорошего до новых встреч